Пенкевич, как всегда, всё подскажет. Внешний вид автомобиля говорит о его характере, а некоторые элементы, например, такие, как спойлер или антикрыло, даже обычной машине могут придать черты спорткара. А для чего же на самом деле нужны такие детали? Почему на одних моделях они есть, а на других нет? Функциональной нагрузки на обычных и простых автомобилях спойлеры и антикрылия не несут никакой. На этих классах такие элементы чаще всего являются дополнительной опцией. Например, на хэтчбеках и универсалах спойлер устанавливают сверху, над стеклом задней двери, чтобы защитить от попадания грязи и немного улучшить аэродинамику. Стоит он в среднем от 10 до 30 тысяч рублей, в зависимости от модели машины. На автомобилях с ярко выраженным спортивным характером спойлер может идти и в базовой комплектации. Он нужен для того, чтобы стабилизировать машину на дороге при высокой скорости. Но как доп. опция это будет стоить более 50 тысяч рублей. Необходимость такого элемента для заряженных каров подтверждает случай, который произошел не так давно с автомобилем известной немецкой компании. После выхода в серию эта модель неоднократно попадала в аварии с серьезными последствиями из-за сноса задней оси на высокой скорости. Конструкторам в кратчайший срок пришлось исправлять дефект. Базовая комплектация была дополнена задним спойлером, который обеспечил необходимую устойчивость автомобилям. А что же такое антикрыло? Оно служит для увеличения силы сцепления автомобиля с дорожным покрытием. И в отличие от спойлера, это спортивный вариант. Его разрабатывают специально под конкретный автомобиль для конкретной гонки и конкретной трассы. Тем не менее, часто на дорогах можно увидеть обычные машины не только со спойлерами, но даже с антикрылом. Выглядят они, конечно, агрессивнее, но насколько безопасны? Установка самопальных элементов на авто приводит к тому, что на высокой скорости автомобиль становится неуправляемым. Также это увеличивает расход топлива. Каждая модель перед запуском в серию обязательно проходит испытание в аэродинамической трубе, где проверяется ее обтекаемость. По результатам исследований в конструкцию вносят изменения. Поэтому любое самостоятельное вмешательство, будь то установка антикрыла или спойлера, может только навредить. Если все-таки решили поставить их на свое авто, то делать это нужно только у дилера. И приготовьтесь к тому, что удовольствие не из дешевых. К стоимости добавьте покраску и установку. Получится около 100 тысяч рублей. Но в городе от всего этого толку мало. Скорость-то ограничена. КОНЕЦ